В субботу наша сборная провела в Санкт-Петербурге отборочный матч чемпионата мира со сборной Лихтенштейна. Но, конечно, так называемые футбольные карлики все-таки не равня одним из лучших команд Европы. И поэтому, естественно, мы ожидали победы от нашей сборной. Она ее и добилась со счетом 3-0, но надо сказать, что игра, конечно, не удовлетворила большинство болельщиков, поскольку все мячи были забиты в первом тайме, второй тайм сборная откровенно бросила играть и, видимо, больше думала о следующей игре в Уэльсе 9-го числа. И поэтому скорости совершенно пропали, и до этого они были невысокие, взаимодействие было невысоким. Но все-таки надо отметить то, что вот эти маленькие сборные, они ставят перед собой довольно-таки интересные задачи. Не забить мяч, а как можно меньше пропустить. Поэтому играют огромным количеством игроков в своей обороне. Ну, то есть, если сказать, огромным всеми, всеми 11-ю. И поэтому забить им очень тяжело, дыр мало, пролезть некуда особенно, поэтому на первый план выходит, наверное, индивидуальная игра, особенно в краях подача и игра головой. Что, откровенно говоря, наши форварды не продемонстрировали. И, как ни странно, лучшим игроком матча был Игнашевич, центральный защитник, который, собственно, две передачи отдал первый мяч Березуцкому и третий мяч Тержакову, когда пенальти было. И два раза очень здорово угрожал сам воротом в игре головой. Конечно, у ФА надо подумать о том, чтобы для этих маленьких команд, так называемых карликов футбольных, устраивать какой-то свой турнир, и, может быть, победитель этого турнира. Единственная эта команда будет участвовать в отборочных матчах чемпионата мира. Но, впрочем, это дела у ФА. Наша задача была выиграть. Мы игру выиграли. Многие остались неудовлетворены. Неудовлетворены и игрой, и составом. Я думаю, что Гус Хидинг немножко занимается, так сказать, протекционированием игроков, поскольку он поставил Павлюченко, который не имеет места в основном составе в Тоттенхэме, поставил Беллидинова, который пока тоже не утвердил себя в Овертоне. Это скорее говорит о том, что он хотел просто поддержать игроков в Англии, а не потому, что они сильнее здесь всех, и они достойны играть в сборной. Но, я думаю, однако, та задача была решена. И, собственно, мы все ждем матча, который состоится 9-го числа в Уэльс.